В этом году отдыхаем два раза по четыре дня. Традиционно в мае отмечаются два праздника. Первое мае – праздник весны и труда, и девятое мае – День Победы. Первомайские выходные начались уже в конце апреля. Впереди еще одна череда длинных праздников – девятое, десятое, одиннадцатое и двенадцатое мая. Спросим у саровчан, как они относятся к таким длинным выходным. Да, я считаю, нормально вообще-то. Это даже вот относительно новогодних, там больший вопрос как-то. Потому что, получается, люди прикованы, ну, так сказать, к дому чаще всего. Поэтому вот целесообразность новогодних праздников, ну, это можно еще как-то рассуждать. А здесь, мне кажется, нормально. Огородом можно заняться, вот, отдохнуть. Положительно, потому что огороды дачи – копать и сеять, и сажать. В магазине все очень дорого, только и, в общем-то, надежда на саму себе. Хотя, конечно, когда длинные такие праздники, потом очень сложно в колею входить. А так, конечно, положительно. Людей огороды, и отдохнуть надо. Всегда весенние какие-то проблемы, болезни, я думаю, что да, это нормально. Отдых, провести, важно провести время с семьей, и провести время с друзьями, отдохнуть, забот всех, вот. И покушать шашлык. Очень хорошо. Потому что не работаем, а деньги получаем. Для огородников, конечно, хорошо, замечательно. Потому что они прохладные, но, может быть, это не очень хорошо. Я всегда за то, чтобы новогодние праздники укоротить. Есть возможность побыть с семьей и отдохнуть. Хороший отдых никому не помешает. Это прекрасное стечение обстоятельств, которым мы с удовольствием воспользуемся супругом и поедем на его родину в Ярославль. Не такие длинные выходные, что ты полностью отключаешься от рабочего процесса. Плюс рабочий процесс сейчас настолько налажен, что ты можешь работать и удаленно. Что мы и будем делать, соответственно, в майские праздники.